Песох Песох Это праздник свободы. А где свобода? Где Дух Господень? Поэтому для нас его присутствие, его водительство дороже всех человеческих условностей. Это дни, когда каждый может пересмотреть свою жизнь, проанализировать и вместе с Богом разобрать те сферы, где нужен выход на свободу. Кстати, в символизме праздника Песох присутствует также и образ единства. Ведь вспоминая события исхода, понимаем, что вместе с древними израильтянами из Египта вышли также многочисленные представители других народов и наций, которые доверились Богу Израиля и пошли за ним в полную опасностей и трудностей пустыню. На открытом пасхальном седере в Кема традиционно много гостей. Для некоторых такая трапеза первая в жизни. Именно в этот день десятки людей впервые открыли для себя истинное значение Песоха – Пасхи. Все, что знала о Пасхе – это пасочки, яйца и ходить в церковь раз в году. Во время седера отлично себя чувствовала, потому что атмосфера действительно была вот такой семьи большой, но дружной. Ну а для многих это уже хорошая традиция – приходить целыми семьями в общину и праздновать Песох. Седер, бывает иногда празднуем дома, но чаще всего бывает здесь. Или бывает так – сначала здесь, а потом дома. Согласно традиции, перед Песохом евреи очищают свои дома от квасного. В общине учат, что очень важно во время праздничной недели анализировать себя и убирать всякий хамец. В первую очередь из своих сердец, всю закваску обиды, непрощения, раздражения и всего прочего, что отдаляет нас от Творца. Для меня исход – это в первую очередь исход из своего какого-то Египта. И я стараюсь проанализировать весь год, который у меня был, и из чего я вышел, и из чего мне еще надо выходить. В киевско-еврейско-мессианской общине любят праздники и гостей, которые ждут не только в Песох, но и на каждый шаббат. Желаем хак-песох самях и не останавливаться на пути пасхального восхождения. Инна Царук, Сергей Нарожный – специально для Еврейских новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова